В эфире новости на пятом канале в студии Рушан Бараев. Здравствуйте! Сегодня вторник, 30 ноября. Коротко о главном. С риском для здоровья. После недавнего снегопада с дождем ходить по тротуарам стало настоящим испытанием. Проблемное строительство, закрытие шахты Абайская, зарплата Акима. Большую пресс-конференцию дал глава Карагандинской области. За Мандас 2021 в Караганде подвели итоги 14-го конкурса за вклад в развитие города. С риском для здоровья именно так сейчас передвигаются карагандинцы по улицам города. Если на расчистку проезжих частей сейчас брошены все усилия коммунальщиков, то тротуарные части стали настоящим испытанием. Что думают жители города в сюжете Ирины Вобещевич. Как вам ходится? Вот падаем все, вот все падают. Вот я сегодня попрощалась на такие караганда тоже. Они тоже писали в Акимант. И толку нету. Вот все падают. Я вчера упала, бабушки падают. Пока у нас никто не умрет, у нас всегда так. Вот честно, вот извиняюсь, уже этот, уже не знаю, крик души. Масса возмущений поступила за последние дни от карагандинцев редакцию. Люди с опаской ходят на улице. Так стало невозможно передвигаться без опаски для здоровья. Непривычная для конца ноября погода сделала свое дело. Теперь бугры льда, обледеневшие лестницы, скользкие колдобины стали настоящей бедой. Если молодежь еле стоит на ногах, то жители постарше и вовсе надолго могут оказаться на больничных койках с такими проходами. Я не знаю, для чего они. Сначала они ее собрали. Просто они могли в этот же вечер, ну, забрать ее, пока оно не замерзло. Но, видать, начали улицы города убирать или что. Просто оставили на три дня, и оно все замерзло. И сейчас кто это уберет? Все же смотрят прогноз погоды. Ну, как бы у нас хоть и климат меняется, но дураку ясно, что оно все замерзнет и останется так же. И все же люди сейчас уже винят не только городские коммунальные службы, а предприниматели, учреждения и КСК, которые уже в начале зимы показали свое бездействие. К примеру, у медицинского университета позаботились и убрали рыхлый снег, когда он еще не застыл. А у рядом находящегося университета Букетова об этом не подумали. Все зависит от хозяев этих территорий. И вот когда была жижа здесь, можно было спокойненько, аккуратненько лопатой сгрести. А вот теперь, когда замерзло, теперь вот заставят их, и они будут ломниками долбать. Ужасно, ужасно. Можно травмироваться запросто. Поэтому пожилым людям очень тяжело ходить. У университета Букетова на Гоголя к тому же постарались автомобилисты переместить снег, ставший впоследствии ухабами. По непонятно каким разрешениям и с непонятно каких этапор здесь облюбовали территорию на пешеходной части машины с молчаливого согласия полицейских. Люди здесь еще и вынуждены уворачиваться от четырехколесных. Вообще они не положено вот так стоять же. Ну вот, у нас же нет предела. По кротуарной части ничего? А это же у нас каргу машина. И что теперь? Это наши здания. И дальше что? Можно здесь. Это все каргу машины стоят? Всем можно, да? Вон начальство. У клиники Ердос тоже территория была своевременно почищена и регулярно посыпается. Поэтому здесь о казусах погоды, непреодолимой силы никто не говорит. Жители уверены, что за предпринимателями со стороны властей должен вестись регулярный контроль. Макиматы должны следить за этим, безусловно. Травмы увеличились в количестве намного. Макожановская больница сейчас, наверное, переполненная, потому что очень опасно. Ситуация такова, что невозможно пройти. Поэтому я думаю, что нужно подключиться и предпринять все необходимые меры, чтобы наше население могло нормально передвигаться вон. Женщина пожилого возраста чуть не упала. Поэтому хотелось бы обратиться к предпринимателям, ко всем структурам города и области, чтобы наши улицы были в надлежащем состоянии. Огромная просьба, как жители этого города. Ирина Вобещевич, Шалкар Алтунбеков, Наталья Заяц, 5 канал. В Тимиртау в канун Дня первого президента открылся Дом дружбы. Еще целый ряд событий в городе Металлургов приурочили к торжественной дате. Обо всем подробнее в сюжете нашего корреспондента. В Тимиртау на трудовой родине Елбасы предстоящий день первого президента отмечают по-особенному. В преддверии праздника в городе Металлургов открылся Дом дружбы, который объединит весь гражданский сектор. С новосельем нам можно пригласить. Спасибо. Нам ничего не хватает. Всего. Нам все хватает. Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил новый социальный объект и поздравил общественников с новосельем. Вторую жизнь получила пустовавшее помещение профтехучилища. Здание реконструировали снаружи и внутри. В Доме дружбы разместятся этнокультурные объединения. НПО, молодежные и волонтерские организации. Для их работы оборудовано 57 кабинетов. Имеется медиа-студия. И молодежи, и у населения изучать государственный язык. Работает языковой клуб, в котором государственный язык могут изучать и совершенствовать люди разных национальностей. Планируется открытие кабинетов медиации Рухани Жангару. В Тимиртау также состоялось торжественное мероприятие в историко-культурном центре первого президента. В нем приняли участие соратники-елбасы и ровесники независимости. Аким области ознакомился с экспозицией. Встреча продолжилась концертом и выступлениями. В этом году, подводя итоги 30-летия независимости, мы отчетливо видим, какой экономический, политический и культурный ровок совершила наша страна под руководством первого президента. Даже за такой короткий для глобальной истории период. Обращаясь к участникам встречи, глава области отметил, благодаря созданному хорошему инвестиционному климату на карте области появилось около 100 крупных новых предприятий с применением прогрессивных технологий. И их число продолжает ежегодно расти. Из сырьевого региона мы выросли в развитый предпринимательский кластер. Сегодня каждый третий житель области задействован в малом и среднем бизнесе. Сегодня, со словами особой благодарности, я хотел бы обратиться к нашим, уважаемым, соратникам Елбасы. Они находятся сегодня в этом зале. Вам посчастливилось сотрудничать, работать рядом с нашим первым президентом. Жениц Косымбек поблагодарил соратников Елбасы. В свою очередь, ветераны поделились воспоминаниями о молодости будущего первого президента и визитах главы государства в Тимиртау. За 30 лет выросло целое поколение врачей, учителей, музыкантов, спортсменов, рабочих промышленников. О своих достижениях в разных сферах рассказали ровесники независимости. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал. Проблемное строительство, закрытие шахты Абайска и зарплата Акима на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. Глава Каргандинской области рассказал о развитии региона и ответил на вопросы журналистов. Ирина Вобещевич с подробностями. По всем основным отраслям экономики по итогам 10 месяцев достигнуты положительные показатели. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил глава региона Жениц Касымбек, который выступил с докладом по социально-экономическому развитию Каргандинской области. Почему в регионе так медленно идет газификация? До сих пор ни один дом не подключен к газу, хотя многие жители переоборудовали свои отопительные системы. Я вот только что в выступлении говорил, порядка трех тысяч домов сегодня готовы будут к подключению. Первое подключение газа завтра будут в городе Тимиртау в первую половину дня и в городе Караганде ориентировочно в 17 часов подключение именно жилых массивов Караганды. До конца недели планируем подключить еще джисказганские дома. В целом сейчас идут работы по Саране, на следующий год Асакаровка, ряд других районов и городов. В целом до конца этого года задача была подвести газ к трем тысячам домам, она выполняется. Тариф на газ получили лишь три недели назад. Газификация региона идет без отклонения от графика. Рассказал Аким региона и о рекордных темпах строительства. Область вышла на исторический максимум в этом вопросе. Впервые за 30 лет независимости в этом году будет введено 662 тысячи квадратных метров, что на 25% больше, чем в прошлом. Были проблемы по трем-четырем домам в микрорайоне «Трех лесник». В прошлом году эти вопросы на ССК задавались. Были проблемы по шестому, седьмому дому. Но в этом году мы сдаем и восьмой дом, и девятый, и четвертый дом этого микрорайона. Это наиболее проблемный был микрорайон. Плюс был недостроенный объект «Панель-центр». По нему тоже все строительные работы завершены. То есть по этим двум стройплощадкам, по «Панель-центру» и по «Трех леснику» в декабре этого года все проблемы решаются. Не только в декабре, они поэтапно. Часть квартир сдано в марте, часть квартир летом. И вот сейчас финально, это до середины декабря все ключи от квартир будут на руках. Интересовались журналисты также и разрывом зарплат высокопоставленных чиновников и основной массы населения региона. Ранее ваша пресс-служба отмечала, что ваши зарплаты составляют 1 миллион 900 тысяч тенге. В то же время медианная зарплата карагандинцев составляет 145 тысяч тенге. И считаете ли вы разрыв между зарплатами населения и высокопоставленных чиновников в регионе слишком большим? Средняя зарплата по Карагандинской области выше 240 тысяч тенге. Та зарплата, которая установлена Акимом, она была изменена в середине этого года. Изменена решением не Акимата, она изменена вышестоящими органами. Поэтому я думаю, этот вопрос не ко мне. Вопрос влияния компании Арселор Миттл-Семиртау на экологию также волновал журналистов. Не секрет, что в Карагандинской области проблемы экологической ситуации. И немалую роль, в кавычках, вносят Арселор Миттл. Постоянно сообщаются о том, что выносятся предписания, штрафы, но ситуация меняется. А каков размер вообще штрафа за последние годы? И почему все же не удается переломить ситуацию? Один из последних штрафов, наложенный на компанию Минэкологии, 2 миллиарда тенге, пояснил глава региона. Предприятие построено 60 лет назад, поэтому технологически не имеет тех решений, как у современных предприятий. Основные деньги, которые будут инвестироваться в ближайшее время этой компании, свои производственные мощности, они связаны с экологическим оборудованием. В частности, их переход на газ, вот сейчас у них есть договор на 300 миллионов кубов, они переводят металлургический завод частично на газ, также связан с тем, чтобы сократить до 2025 года на 30% вредные выбросы в атмосферу. Не только экологии касались вопросы журналистов, но и безопасности работников предприятия. Так трагедия на Абайской шахте вновь заставляет ставить вопрос о ее закрытии. Что касается трагедии этого года, то есть такая информация, что в принципе о закрытии этой шахты речь периодически поднимается. Если вдруг эта шахта действительно будет закрыта, куда пойдут работать люди, которые работают сейчас на шахте? Сегодня город Абай, Шахтинск и Сарань и Темиртау находятся в получасовой удаленности от Караганды. Сегодня и так большая часть трудоспособного населения этих четырех городов, за исключением Темиртау, они работают в Караганде. То есть происходит ежедневная маятниковая трудовая миграция. О закрытии в ближайшие годы шахт вопрос не стоит. Компания продолжит закладывать деньги в оборудование, однако отмечено, что из всех оставшихся шахт Абайская по горизонтам добычи угля не самая перспективная. К процессу ее закрытия через 10-15 лет будут подходить, создавая в городе новые рабочие места. ИДД. Новый уровень казахстанской промышленности. Индустриализация 4.0. Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция. Масштабный экспорт. 100% экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов YDD В Караганде подвели итоги 14-го конкурса за вклад в развитие города Азамандас-2021. В Доме дружбы прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. Конкурс современников Азамандас-2021 прошел в Караганде в 14-й раз. Социально значимый проект реализуется городским отделом внутренней политики с 2010 года в рамках фестиваля «Мы карагандинцы». Мероприятие поддержали Акимат и Маслихат города Караганды. Сегодня у нас в городе Караганде мы проводим большое мероприятие. Это честование победителей конкурса Азамандас, который посвящен Дню первого президента Республики Казахстан и, естественно, наступающего Дня независимости Республики Казахстан. В этом году заявок было подано 28. В их числе неравнодушные граждане, молодежь, общественные организации, инициативные группы. В результате жюри отобрало 22 заявки по шести конкурсным номинациям. Также определена еще одна праздничная номинация «Герой нашего времени». Свыше 20 тысяч карагандинцев голосовали и таким образом прозрачно, открыто определили победителя конкурса в каждой номинации. И вот сегодня мы узнаем их имена. Это наши карагандинцы, люди, которые своим трудом, может быть скромным трудом, но вносят огромный вклад в развитие города Караганды. В номинации «Ракамшилык» за достижения в области здравоохранения победителем стала Надежда Хохлова. Вторая номинация «Батыр» за активное участие в развитии массового спорта в Карагандинской области была присуждена Нурлану Колтаеву. Победителем конкурса «За вклад в развитие города Караганды за МАДАС-2021» в номинации «Насихат» стала Балапанова Кундесерикова. Друзья, аплодисменты вручают диплом победителя, а также главный приз конкурса «За МАДАС-2021». В самой творческой номинации «Шабыт» выиграл Канат Бакраев, в номинации «Тобыст» ТО «Мэкер», в номинации «Устаным» за вклад в социально-экономическое развитие региона, реализацию социально значимых проектов, пропаганду гражданской инициативы среди населения Лизат Кожахметова. Организаторы конкурса уверены, что важным стимулом в работе любого человека является признание его профессионализма и заслуг перед коллективом, городом, страной. И чем больше людей станут узнаваемы на улицах нашего города, тем выше шансы успешнее решать экономические и социальные проблемы. Светлана Фарина, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 канал. Стремление быть всегда впереди, способность увлечь людей и вести их за собой были всегда одними из важных качеств Нурсултана Назарбаева. Новые перспективы для будущего лидера нации открылись в 1969 году, когда Нурсултан Абишевич соглашается перейти на партийную и комсомольскую работу. С Нурсултан Абишевичем я был уже лично знаком в 1971 году, когда он пришел к нам, уже был избран секретарем парткома комбината. Когда он пришел на комбинат, мы почувствовали, что это был очень энергичный, деловой, порядочный партийный работник, который мог организовать партийное руководство, социалистическое соревнование. Ну и естественно была большая работа проделана, это подбор и расстановки кадров. В то время открывались новые цеха и производство. Была необходимость обучать людей, отправлять их на повышение квалификации и осваивать новые технологии. Так Нурсултан Абишевич оказался в гуще событий, где необходимо было жить интересами людей, направлять и организовывать их деятельность. Я стал вторым секретарем горкома партии, когда мне сказали, что ты будешь заниматься чисто хозяйственными делами, металлургическим комбинатом, стройкой и так далее. И действительно я не представляю, что это была партия на работе, я был хозяйственным. Я выполнял план, я следил за ходом строительства, вводил объекты и я там начал разбираться в капитальном строительстве, в подряде, субподряде, заказчики, подрядчики, что это такое. Начал изучать все другие предприятия, комбинаты. В этот период, как руководитель и организатор, Нурсултан Назарбаев набирался опыта общения с самыми разными людьми, от руководителей цехов до министров. Позднее многие работавшие с ним люди вновь и вновь отмечали его удивительную память на людей и события их жизни. Его постоянное стремление все постигнуть и узнать, докопаться до самой сути, внимательно выслушать и понять собеседника. Еженедельно он нас собирал у себя в кабинете, давал задания, четко расставлялись те вопросы, которые необходимо было решать. Он очень бережно относился к кадрам, он поддерживал все инициативы, лично контролировал, чтобы все цеха, и не только цеха комбината, но и в целом министерство черной металлургии поддержали эти почины и внедрялись уже непосредственно в черной металлургии. Должность секретаря парткома Карагандинского металлургического комбината – это была огромная ответственность для молодого Нурсултана Назарбаева. Однако в нем чувствовалось стратегическое чутье и интерес к перспективе. Потребность в таких опытных и энергичных кадрах в стране была огромная. Именно поэтому уже в 1977 году он становится секретарем, затем вторым секретарем Карагандинского обкома партии. В 1979 году Нурсултан Назарбаев занимает кресло секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана, а в 1984-м становится председателем Совета Министров Казахской ССР. Это был самый молодой 44-летний премьер Союзной Республики в СССР. 26 телеканалов вместо 10. Карагандинская область перешла на цифровое вещание. Теперь жители города и сел смогут смотреть свои любимые программы в высоком качестве. Некачественная цветопередача и брак со звуком – это не весь перечень проблем, с которыми зрители сталкивались при аналоговом вещании. Переход на цифру теперь позволит карагандинцам получать качественное изображение и звук. Телевизионный сигнал передается с вышки РТС «Новое». Здесь установили современное оборудование, которое экономит время и высвобождает много частот. Раньше для каждого телеканала нужен был отдельный аппарат вещания, а теперь с этим справляются всего два передатчика. Для распространения аналогового сигнала мы использовали для каждого канала отдельный передатчик с выделением отдельной частоты. То есть для сравнения, скажем, что для распространения цифрового сигнала мы используем в городе Караганде два передатчика на двух частотах. То есть вот эти 10 телеканалов, на котором было установлено отдельное оборудование, сейчас распространяется с одного телеканала. Также дополнительно 16 телеканалов распространяются в пакете цифрового телевидения. Полный отказ от аналогового телевидения – это исторический момент, говорят специалисты. Цифровое вещание запустили торжественно. Теперь, чтобы просматривать телепрограммы, карагандинцам нужно приобрести специальный приемник. Он продается в магазинах электронной техники. А тем, у кого телевизоры выпущены после 2016 года, приемник не нужен. Он уже встроен производителем. На сегодняшний день областная станция РТС Новая вещает, распространяет 26 каналов, то есть цифрового качества. 26 каналов. Это в городе Караганда и в радиусе 100 километров, то есть близлежащие населенные пункты. То есть жители населенного пункта, то есть данных населенных пунктов, имеет возможность просмотра 26 каналов, то есть в SD-качестве в цифровом формате DVB-T2. В Казахстане сегодня охват цифровым телевещанием превышает 86%, но это пока. Уже в следующем году планируется, что аналоговое телевидение в стране полностью прекратит свое существование. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание. До свидания.